Всем привет, с вами Тома и это видео о поколениях бренда My Little Pony. Поняшкам в этом году исполнилось аж 40 лет и я хочу рассказать вам их историю. Большое спасибо подписчикам на Boosty за поддержку выхода видео. Присоединиться к блогу с большим количеством интересных постов про мою деятельность и творчество можно по ссылке в описании. И также напоминаю, что пони новости в текстовом виде продолжают публиковаться в моей группе ВКонтакте. Ссылка также будет указана в закрепе и информационном блоке. Для начала перейдем к хронологии поколений. Первое поколение 1982-83 до 1992. По поводу 1982 или 1983 года некоторые источники расходятся, но само Hasbro отмечает 40-летие именно в 2023 году, так что очевидно по их мнению год рождения бренда 83. Второе поколение 1997-1999 года и региональные эксклюзивы в Европе продолжались вплоть до 2003 года. Третье поколение 2003-2009, третье с половиной 2009-2010, четвертое поколение My Little Pony Friendship is Magic 10-19 года, My Little Pony Equestria Girls 13-19, поколение 4,5 так называемая My Little Pony Pony Life с 2019 по 2021 год и пятое поколение с 2021 года по текущее время. Первое поколение. Бренд My Little Pony начинался с игрушек. До начала 1980-х у компании Hasbro не было как такового отдела для создания игрушек конкретно для девочек. Они считали, что попросту не могут тягаться со сверхпопулярностью Барби от Mattel. Однако отдел игрушек для мальчиков с экшн-фигурками солдатиков и общий отдел, включавший в том числе игрушки для дошкольников, вроде картофельной головы, перестали приносить существенные доходы и дела компании стали идти плохо. В ходе обсуждения всевозможных идей и каких-то новых концепций родилась идея сделать игрушку пони. Тогда ее отнесли к категории для дошкольников. Создателем дизайна игрушек My Little Pony считается Бонни Зеккерли. Она начинала с иллюстратора открыток и позже получила место дизайнера общего отдела игрушек в Hasbro. Идея про игрушку пони пришла в голову сразу нескольким людям. Бонни была одной из них, но вышестоящие начальники мужчины, выдвинувшие аналогичные предложения, взяли инициативу в свои руки. И хотя Бонни была фактическим исполнителем дизайна, но базовые идеи ей пришлось брать из задумок старших коллег. Так в 1981 году родился My Pretty Pony – большой коричневый пони. Его можно было причесывать, так как дети любят игрушки с возможностью делать прически, но он был очень твердым и просто огромным. После скромного, но тем не менее проявленного интереса к этому пони, решено было продолжить работу в этом направлении. Игрушки решили уменьшить, сделать их более мягкими. Также была поставлена задача сделать их пригодными для коллекционирования, как недавно отдел для мальчиков поступил с фигурками солдатиков. Увы, но естественных оттенков лошадей было слишком мало для такой цели. Поступило предложение делать их разноцветными. Бонни была резко против, так как ей нравились настоящие пони. Однако было сделано два тестовых комплекта лошадок, одни натуральных цветов и одни пастельных. Дети проявили больше интерес к разноцветным. Бонни смирилась и довела до ума первые шесть пони, дала им имена и придумала узоры на боках. В 1983 году первые пони отправились покорять полки магазинов, а Бонни решила уйти из Хасбро в другую фирму. За пять лет работы там она чувствовала малую степень оцененности ее трудов. И, конечно, она даже не могла предположить, что Малитл Пони ждет такой успех. Разноцветные пони буквально покорили девочек. И Хасбро, наконец, создала отдельное дело для этого направления, в котором трудились и разные дизайнеры и менеджеры. Надо было развивать тему пони и стимулировать коллекционирование игрушек. Появились новые расы, единороги и пегасы, а также морские пони. Создавались игровые наборы, вроде стойла и замка. Выходивших пони стало так много, что срочно потребовалась их какая-то систематизация в виде истории, то есть создания мультфильма. Малитл Пони Спешл Первый спешл для пони делали дяди-рекламщики, которые до этого делали проекты в основном для мальчиков. Поэтому Rescue from Midnight Castle 1984 года вышел весьма брутальным, хотя и не без милых моментов. Уже во втором спецэпизоде акценты сместили на более женскую аудиторию, хотя изрядная доля фэнтезийности осталась. Escape from Katrina 1985 года Перед запуском ТВ-сериала было принято решение снять полнометражку. Ее сюжет про противоборство пони с ведьмами и смузи. Позже на его основе уже у Friendship is Magic будет кроссовер с ретро-пони в линейке комиксов. Малитл Пони Зе Муви 1986 год Сборы у фильма были плохие, но продажи игрушек все равно повысились. Кроме пони в фильмах появились две сестры Меган и Молли и их брат Дэнни. И потом в сериале был достаточно большой мир с людьми и фэнтезийными существами. Сериал Малитл Пони выходил с 1986 по 1987 год, первый сезон в 1986 году 50 серий и второй сезон в 1987 году еще 15 серий. Пони и Меган помогали разным персонажам с решением их проблем. Всего вышло 65 серий по 11 минут. В 1992 году в США закончилось производство пони первого поколения, когда рынок уже перенасытился всевозможными игрушками, а девочки, стоящие у истоков бренда, просто выросли. Также в 1992 году вышел сериал Малитл Пони Тейлз 26 серий. Иногда его ошибочно относят ко второму поколению, но на деле это был некий промежуточный проект с попыткой осовременить пони в стилистике жизни подростков 90-х годов. Главными героинями сериала были пони, игрушечные варианты которых выпускались в последний 92-й год. Может быть это была попытка зацепить и сохранить аудиторию, которая уже стала старше и их стали интересовать более специфичные вещи, включая романтические отношения. Самостоятельное поколение Малитл Пони Тейлз не выделяют, так как игрушек по нему было выпущено очень мало и в США они даже не выходили только в Европе. Возможно у проекта должно было быть какое-то другое будущее, но именно в этот момент в руководстве Hasbro происходили перемены, а также шло поглощение других компаний и присутствовал закономерный организационный хаос. Второе поколение В 1991 году Hasbro поглотила компанию Тонко, которая в свою очередь еще в 87-м поглотила фирму Кеннер. И именно Кеннер поручили возродить Малитл Пони и они создали второе поколение. Второе поколение начало выходить в 97-м году. Дизайнеры Кеннер попытались кардинально изменить внешний вид пони и он не понравился девочкам. В США поколение длилось всего два года до 99-го, а в Европе они были чуть более популярными и там региональные эксклюзивы выходили до 2003-го года, то есть перезапуска в Штатах уже третьего поколения. Мультсериала по второму поколению не было, но была компьютерная игра Малитл Пони Фрэншип Гарденс. Третье поколение. К 20-летию бренда в 2003 году Hasbro решила перевыпустить некоторых пони первого поколения, но уже в несколько ином стиле. Изначально предполагалось, что это будет специальный выпуск игрушек для коллекционеров и любителей первого поколения. Так сказать, ностальгический релиз. За основу стиля было взято первое поколение, однако появилось несколько осовремененных отличий. Пони стали меньше, пластик более жемчужно-блестящий, а оттенки ярче. Новых пони встретили тепло, как и старые фанаты, потому что они имели достаточно много общего с первым поколением, так и новые дети. По третьему поколению вышло достаточно много игрушек, чуть больше двух десятков полнометражных фильмов и специальных выпусков и две видеоигры. Мультфильмы выходили в основном на DVD и были какие-то большого формата, а какие-то сериями поменьше. В целом третье поколение получилось довольно объемным, хотя по-прежнему уступало первому. Третье с половиной поколение. Между третьим и четвертым было промежуточное поколение в один год, три с половиной. Про Чиби-версии главных героинь третьего поколения. В игрушках с ними преобладали игровые наборы, мультфильмы тоже были, но совсем немного. И как вы знаете, в 2010 году пони вернулись с четвертым поколением и самым успешным сериалом за существование бренда Friendship is Magic. Впервые сопроводительное шоу обошло игрушечную составляющую и стало основным источником интереса для аудитории. Хотя продажи игрушек никто не отменял и они были вполне отличными. А вот шоу было так хорошо, что привлекло много новой, причем взрослой и мужской аудитории. Связано это с тем, что для создания нового мира пригласили Лорен Фауст, которая была не только опытным дизайнером в анимационной среде, но и страстным любителем пони первого поколения. В свое время она собрала почти полную коллекцию старых пони, которых вышло очень немало. Лорен объединила свои профессиональные знания со своей детской страстью, что позволило ей раскрыть Малитл Пони с той точки зрения, с которой бы хотели видеть пони их фанаты. Она взяла уже знакомые образы и характеры, чуть отшлифовав их и придав каждой пони более четкую функцию. Плюс больше оформила и углубила фэнтезийный мир, в котором эти персонажи жили. При этом не забыв какие-то современные нотки, чтобы все это не казалось слишком отстраненным. Увы, по факту Лорен курировала только первый сезон, уже во втором ее роль была скорее консультационной, а к третьему она и вовсе покинула команду. Официальной причиной являлось то, что шоу делали в Канаде, что затрудняло работу. Ну и по неофициальным причинам мы знаем, что Лорен рассчитывала на законченную историю с концовкой в виде становления Twilight Sparkle принцессой. Однако из-за популярности шоу было принято решение доить пони и дальше. В 2013 году Hasbro запустили Equestria Girls, которые по задумке должны были вывести пони на тот уровень игрушек для девочек, к которому компания изначально и стремилась. Это уже были не заменители кукол, которых тоже можно расчесывать и наряжать, а полноценные куклы. Однако с продажами кукол, к сожалению, так и не сложилось. Mattel крепко держал эту нишу, плюс добавились другие сильные конкуренты с механиками сюрпризов и прочим. В 2007 году Hasbro попыталась вывести пони на широкие экраны. Затраченные средства они отбили с лихвой, но какой-то второй жизни поколение все-таки не получило, даже несмотря на попытку в серию игрушек для совместной игры мальчиков и девочек и даже на серию коллекционных фигурок для взрослых фанатов. И в 2019 году четвертое поколение окончательно свернули. По сути, с ним произошло то же самое, что и с первым поколением – перенасыщение рынка плюс взросление аудитории. Два года отдали на промежуточное Pony Life, которое как бы происходило в параллельной альтернативной вселенной Friendship is Magic. И в 2021 году с новым полнометражным фильмом стартовало новое пятое поколение. В этот раз, правда, не в отрыве от прошлых историй, а как бы в продолжении Friendship is Magic. Но пока попытки связки этих поколений выглядят скорее как желание усидеть на двух стульях. По стилю повествования, мне кажется, что Hasbro попытались немного свернуть обратно в сторону женской и детской аудитории, упростив мир и сюжет. Будет ли это пятое поколение скоротечным или все-таки сможет найти своего зрителя, пока сказать сложно. Многое зависит не от нас с вами, старых фанатов Pony, а от новых детей и их реакции. Потому что именно дети всегда были основной аудиторией этого бренда и во главу угла всегда ставилась их заинтересованность. Что же делать дальше нам, старым фанатам? По сути, то же самое, что и раньше. Фанаты предыдущих поколений Pony до сих пор проводят свои конвенты, например, Pony Fair и какие-то другие активности. Продают друг другу восстановленные игрушки, делают кастомы и различный фанатский контент. Friendship is Magic дало просто огромную базу и мир для творчества, идей в котором хватит еще надолго, было бы желание. Плюс новые герои тоже вполне заслуживают внимания. Ретро-пони первого поколения стали по сути классикой, и с их изображениями каждый год делают все новые коллаборации, даже весьма популярные модные бренды. Friendship is Magic хотя и ушел из официальных релизов самого Hasbro, но к нему все еще обращаются другие фирмы и выпускают мерч по лицензии. Пусть, конечно, и далеко не в таких масштабах, как раньше. А также многие фанаты сейчас делают какие-то вещи даже лучше различных фирм. В последние годы акцент Малитл Пони идет на преемственность поколений, что не надо делить или сравнивать. Все пони хороши по-своему и найдут своих почитателей. Эта мысль видна и в медиаподборках, и в игрушках, и даже в самом текущем пятом поколении. Малитл Пони – это не какие-то конкретные персонажи и их истории. Это добрый мир разноцветных пони, который помогает быть лучше, открытий, находить в себе силы справляться с неурядицами в жизни. Это очень вдохновляет и побуждает к творчеству, и просто напоминает о таких простых ценностях, как семья, друзья и дом. Надеюсь, это видео было вам интересно. До встречи в следующих. С вами была Тома. Пока. Субтитры подогнали Симон.